Галлюциногенные грибы обнаружили полицейские у водителей на марке на контрольном посту на въезде в набережные Челны. Он ехал транзитом через автоград, машину остановили для рядовой проверки документов, но быстро поняли, что машину надо досмотреть более тщательно. Откуда грибочки и зачем они мужчине? Ответы у Арата Назипова. Для начала досмотра предлагаю вам добровольно выдать запрещенную в гражданском оборудовании прикрепленные наркотические, психотропные, патроны, радиоактивные, химические. То есть все, что запрещено в гражданском оборудовании. У вас в машине что-то имеется? Да, у меня в машине лежат грибы, но я не уверен до конца, какого они. То, что автоинспектор, взмахнувший жезлом с требованием о восстановке на контрольном посту полиции ТУЛА-1 на въезде в набережные Челны, не галлюцинации мужчины прекрасно понимал. Употребить то, что он вез, еще не успел, поэтому и не знал, действительно ли это то, что он надеялся, собирая эти дары природы. При виде полицейских занервничал, чем сам себя и сдал. Вот эти они, эти. Грибочки, чтобы не испортились дороги, ранее судимый 304-летний житель Черногорска тщательно высушил. Как прочитал, от этого их противозаконный эффект не пропадает. И рассказал стражам порядка, собирал их сам. Водитель пояснил, что он недавно поехал в Москву, чтобы устроиться на работу. В интернете прочел статью про грибы от депрессии и алкоголизма, которые растут в одной из лесопарковых зон в Московской области. Дары природы он собрал и высушил для личного потребления. Ответ на интересующий мужчин вопрос дали эксперты. Собрал он действительно то, что хотел. В изъятых грибах нашли психотропное вещество псилоцибин массой 60 граммов. Но эта информация задержанного уже вряд ли обрадовала. Скорее наоборот. Именно наличие наркотических веществ в найденных им дарах природы позволила полицейским возбудить в отношении мужчины уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Алкоголизм пройдется сам в местах лишения свободы. Спиртное запрещено. А вот с депрессией придется побороться. Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok